Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Давно мы с вами не встречались, меня не было на даче, были дела, а вот связанные с машиной, проходила я техосмотр и всё такое в этом роде. А сегодня я на даче. И хочу показать, как тут всё изменилось. За время моего отсутствия тут один день был очень жаркий, а остальные дни шли дожди. А вот и сегодня тоже был всю ночь дождь, с утра и с утра дождь, А сейчас маленький перерыв. Вот такое сегодня у нас небо, птички так поют, и такая тишина вокруг, никого не слышно и никого не видно. А сейчас хочу показать, что тут изменилось, и как обещала, а уже собрали мебель, и покажу вам в этом видео мебель, как всё здесь, как я обустраиваю свою дачу изнутри. Пока здесь меня не было, посмотрите, как распушился тут у входа марин корень. А я даже вот и не знаю, то ли это марин корень, то ли это какой-то сорт пиона, потому что я тут ещё и семенами сеяла возле мариного корня, и вот, может, и насеялось что-то, потому что марин корень давным-давно отсвёл, а этот вот только у него бутончик начинается. Ну, расцветёт, посмотрим. Он так распушился, такой стал большой, красивый. Я покупала какой-то, знаете, типа пиона. Пион было написано, как-то он интересно назывался, может, это он. Но это было уже давно, и вот я не помню. И вот он так разросся. Это вот за два года он стал вот таким. Вот. И вот посмотрим, если он зацветёт, я потом вам покажу цветок. А вот здесь, дорогие друзья, помните, я вам показывала такое маленькое в начале весны растение, и всё забывала, как оно называется. Ну, это же, конечно, остильба. Ну, вот бывает, забывается, и всё. И вот она набрала уже столько цветов, она цветёт нежно-нежно-розовым. И вот здесь вот такая, вот видите, дорожка у меня. Дорожка из хост сделана. А я хочу здесь насадить вперемешку, сделать такой, как бы, живой зелёный ручей с переходящими цветами. А здесь розовые и другие. В общем, переходящий цвет подобрать, а стильб, и вот так продолжить этот ручей вместе с хостами. И это будет очень-очень красиво. А мои хосты, конечно, распушились. Я приехала и просто их не узнала. Как же любят они дождь. Такие листья большие, сочные, красивые. Ой, прямо красота. Посмотрите, какая красавица. Это вот только начало роста их. Они совсем недавно у меня вышли, я вам показывала. Смотрите, божья коровка сидит. Маленькая-маленькая. А потом они ещё становятся больше. Вот ещё одна красотка. У неё такие голубоватые листья и бледная такая зелёная каёмка. Очень красивые. И вот, вы знаете, вот видите здесь вот между ними, хотя они ещё будут расширяться, но всё равно, чтобы посадки были более уплотнённые, я здесь уже насеяла. И камнеломки, вот, очень такие маленькими, растут беленькими, розовыми цветочками. Будет очень красиво. На следующий год они все повсходят. А, кстати, они, наверное, уже и, может, и повсходили. Вот как раз перед дождём я их и сеяла. Вот, и как-то вот буду распределять остильбы, чтобы получилось более-более красиво. Вот какая ещё. У неё такой рифлёный лист красивый. Смотрите. И тоже очень красивая каёмка. Моя любимица вот такая. Вот, и они все-все-все-все цветут. Очень-очень красиво, дорогие друзья. Ой, сейчас стоит такой аромат. Такой аромат всё цветёт. Всё благоухает. Особенно цветёт калина. Вот сейчас хосты вам покажу. И пойдём посмотрим калины. Вот, посмотрите, какие капли. Ой, ну как же красиво это. Какая красота. Вот такая красавица. Они из года в год расширяются. То есть они становятся такими большими, раскидистыми. Ну, потому что здесь вот места им хватает. Я ещё раз говорю, что я вот здесь между ними насеяла камнеломку. И вот будет очень красиво, я так думаю. И во всей пустоты хочу забить остильбу. Всё-таки будет очень красиво смотреться. А сейчас немножко пустовато. Пустовато. Но ничего, не всё. Москва не сразу строилась, как говорится. И вот такая вот. Вот такая. Ещё я хочу подкупить таких пёстролистных. У меня есть такая, значит, хоста. Но она в другом месте. Сейчас мы дойдём до того места. И я вам, конечно, покажу. Здесь вот мои красавицы расцвели. Фиалочки. А вот здесь в прошлом году я высаживала лобилию. Но она как-то мне здесь не понравилась. Вот в эти гнёзда. И я, видите, насеяла Алису. И вот он уже взошёл. Вот буквально уезжала, посеяла. И уже он взошёл. Он очень быстро наращивает свою массу. И будет очень красиво. Запашисто красиво. Вместе с этими... Как его? С настурциями. Ещё ткнула сюда настурции. Но что-то настурции не взошли. Сейчас посмотрим в других местах. Так, а вот здесь вот настурция у меня взошла. Замечательно. Вот. И вот здесь я ещё подсею Алису. А то, чтобы... Ну, хотя вот эти вот листья, они же разрастутся. И всё вот это вот заполняет. В прошлом году здесь у меня были такой ручей из... Из настурции. Это очень красиво смотрится. Вот сейчас вот так выглядит камнелунка, которую я... Я уже и забыла, но я вспомнила. Я всё-таки здесь раскидывала семена. И я вот посеяла белую и розовую. Вот сейчас она не такая. А вот когда солнышко... Сейчас много ей цветочки закрыты. А когда солнышко... Все вот это вот... В маленьких беленьких цветочках... Это такая красота. Это просто удивительное растение. И вот надо побольше набирать вот этих семян, потому что там в пакетике немного. А это мой красавчик-можжевельник. Вот вы знаете... Вот не знаю, какой этот сорт. Вот он такой, смотрите. Уже большой стал. И вот его не надо ни подстригать, ничего. Он имеет, посмотрите, со всех сторон очень ровненькую форму. Вот не знаю, что за сорт. И вот он, конечно, вот колючеватый. Он источает такой прекрасный аромат. Люблю я. Люблю его. И вот, вы знаете, я заметила, когда даешь им очень много влаги, а опрыскиваешь, очень они это любят. Они просто вот благодарят и просто испускают вот этот аромат еще. Это вообще вкуснота такая. И вот каждый пахнет по-своему. Сейчас покажу другой. А вот этот вот можжевельник, вы знаете, он вообще очень колючий, но сейчас он такой мягкий. Вы не поверите. Вот аромат, вот духи, вот натуральные французские духи, очень тонкие, нежные. И в то же время такие, знаете, не передать словами, короче говоря, как же я люблю этот запах, как же я люблю этот запах. Вот этот сорт, другой, он такой, знаете, его вот надо формировать, стрижку делать. Он немножко разлохмаченный, немножко лохматый. Вот. И обязательно я сделаю стрижку. Вот здесь я вот в эти маленькие ящички фиалки пересадила, а сюда посадила оставшиеся у меня вот надо обрывать от ветра, видите? Ой, от ветра, говорю, от дождя. Оставшуюся рассаду у меня была. Жалко, куда-то ее надо было пристроить. И вот я забила весь ящичек. Тут и лобелия, и, как его, и питунья. Вот. Надо это немножко сформировать, стрижку сделать. Вот. И вот здесь, рядышком, с вот этим наживильничком, который я очень люблю, другой вот ящичек. Ой, пока меня не было, тут все, тут все вот эти надо всегда обобирать. Вот. Я всегда их обобираю. Вот. Дождь все пристукнул, все прибил. Вот. Ну, тоже здесь и лобелия, и питунья. Вот. Побрезать надо его. Вот видите, какая плеть длинная. Вот. На Ирге столько ягод. Вы знаете, я уезжала. Она еще такая в полуцвете была. Сейчас посмотрите, сколько ягод будет. Лишь бы от птиц уберечь. Это вот такая молодая. Вот она у меня совсем. С меня ростом небольшая. А вот я метр шестьдесят два. И вот вся она. Вот посмотрите. Вся-вся-вся. Вся вот в таких вот усыпана. Усыпана просто. Вся в ягоде. Как я люблю эту ягоду. Особенно с ней сделать смузи. Это так вкусно. А вот эти маленькие фиалки, да, все-все-все заполонили вокруг. Они как уже сорняк. Но я их не выдираю. Очень они такие хорошенькие. Пусть растут. Радует глаз. Вот везде здесь на камушках. Везде вот эти фиалки. Везде. Это вот, знаете, никто их и не сеял. Это они сами откуда-то взялись. Вот такие вот маленькие нежные фиалочки. Они разных, кстати, цветов. Вот здесь вот они. Вот посмотрите. Вот такие симпатяшки. Есть темнее. Сейчас покажу. А эти вот, посмотрите, какие. Намного темнее и ярче. Так интересно. Везде насеяны. А есть еще такие более голубоватые. И никто их не сеял. Никто. А вот черноплодная рябина. Это вот небольшие кусты. А вся будет тоже в ягоде. Вся-вся. Вот отсветает цвет. Сейчас покажу. И вся будет усыпана. У кого давление очень помогает. Моментально снимает. Моментально. Вот знаете, у меня было вот таких две плетеных корзины. И я повесила их на дом. Не хотела портить стенку дома. Здесь мы все равно будем обивать все сайдингом. Да? А вот. Но захотелось мне, чтобы висели кашпо. И вот пока меня не было, здесь ввел сильный вид на гроза или ветер. В общем, все тут потрепало. Вот. Но я вот перед отъездом подкармливала. И вот много уже бутонов. Видите, все в бутонах. Смотрите, красенькая лобелия. А вот какая голубенькая. Вот поярче. Красотка моя. Нравится. Вот знаете, я заметила, что вот в подвесных кашпо они намного лучше себя чувствуют, чем вот на земле. Так. И вот еще одно кашпо. Здесь тоже лобелия. И вот это все. Вот остатки у меня были. Рассады. Я их в кашпо все посадила. Вот. Вот такое. Тоже все-все-все в бутонах. Видите, все в бутонах. Вот такими будет яркими, сочными цветочками расти. Вот такой у них тут подвес. Вот. Ну, нравятся мне вот такие лозоны. И, кстати, объем тут не маленький. Объем тут большой. И вот и самой питоне этот объем, кстати, очень даже нравится. Друзья мои, посмотрите, какая красота. Это мои калины. Такие красотки. Ой, ну просто вообще все утопает. Все утопает в цвету. Смотрите, какая прелесть. Вот эта вот калина, у нее как-то соцветия расположены горизонтально. и вот она мне напоминает какой-то японский стиль. Такими ярусами, ярусами она. А вот это вот у нее все как бы вот наружу повернуты соцветия. Сейчас я вам покажу. Вот. Посмотрите, здесь более она такая вот обильная. Ой, ну нынче будет ягоды. Посмотрите, какая красавица. Как же я люблю калины. Кстати, очень хорошо помогает и лист, и цвет калины. Вот, допустим, нет у вас таблеток под рукой, но сорвите вот листья калины, цвет, и прекрасное лекарство. Заварите чай, и давление моментально снимется. Вот, посмотрите, они уже соединились, да, и вот такая красота получилась. Вот здесь вот я хочу посадить между ними, да, чтобы место как бы не пропадало, было более красиво. Пион оттуда уберу и посажу гортензию. Может, даже несколько, чтобы вот было все плотно и красиво, и все цвело. Ну, это мои хотелки такие. Как получится, не знаю. Вот. Вот, сейчас пион посмотрим. Пион набрал вот такие бутоны. Это такой ярко-ярко бордовый, красивый, сочный такой. Это молодой кост. Ну, где-то может ему два-три года. Вот такой вот набрал вот такие. Будем рыбоваться. Обязательно вам покажу. А это старый пион. Весь он усыпан в бутонах, но вот что-то бутоны у него мелковаты. Вот. И вообще он здесь растет под калиной. Калина ему мешает. Света недостаточно. надо делить его потом и убирать отсюда. Вот. Большой такой куст уже огромный просто. Вот. Ну, уже мы с вами провели достаточное место, время в саду. Здесь очень сыро сейчас. А сейчас, дорогие друзья, я вас приглашаю в дом посмотреть, как сделали фасады, как я оформила свою стенку. Ну, вот, добро пожаловать, дорогие друзья, домой ко мне. Здесь нас встречает барабашка. Я его так зову и очень люблю. конечно, наверное, любит, что я его показываю. Тут у него всякие снадобья висят. Это при входе в дом. Тут и лаванда, тут и душистый орегано душится по-нашему. Вот. И а сейчас мы пройдем в столовую, в гостиную мою, на кухню-гостиную и посмотрим, как я все оформила. Ну, вот, дорогие друзья, значит, помните, было видео, когда я рассказывала, что я привезла мебель из маминой квартиры. Вот. это стенка, стенка, можно сказать, винтажная, 80-х годов, 80-го года, если быть точным, рождение. Вот. И уже молодой человек, мой помощник, мой надежный помощник, мне все прикрутил, все фасады, я все убрала, все почистила, все сделала. И вот так вот получилось. Поставила тут свои декоративные любимые тарелки, вот эту зеленую декоративную тарелку в восточном стиле, даже она не в восточном стиле, я когда-то давно-давно-давно ее покупала, а это уже мама покупала. Вот, все стекло здесь расставила, и все вещи, ну-ка, я сейчас попробую отойти, будет видно вам или нет, и все вещи вошли, значит, которые лежали, извините, за выражение, где попало, валялись, вот, места не было, куда было положить, и вот все теперь вместилось в стенку, все убрано по своим местам, вот, хотела еще все-таки показать, вот, немножко цвет, не такой у шторы, вот, шторы немножко более насыщенно, почему-то так передает камера, и вот посмотрите, вот эти вот фигурки, я хотела еще показать, вот эта инкрустация, и вот на на этих шторах точно такие же веточки, я просто поражена, я все больше влюбляюсь в эти шторы, они мне очень-очень нравятся, ну, а вот эти вот я уже вам говорила, что я шила это все сама, застрочила, конечно, немного помучилась, но ничего, вот, в общем, вот так она смотрится издалека, и я всегда любила, когда вот в стенке стоят декоративные тарелки, просто обожаю тарелки, и где вижу красивую тарелку декоративную, обязательно покупаю, вот, ну, и сейчас покажу другую, это вот одна часть от стенки, это мы, дорогие друзья, находимся у меня на кухне столовой, можно так сказать, кухня-гостиная, потому что здесь я встречаю друзей, здесь и обедаю, и завтракаю, и ужинаю, и, в общем-то, основное время проходит у меня здесь, на моей, на моей кухне. Ну вот, друзья, привет, это вот вторая часть стенки, тоже, все фасады сделаны, все прикручено, все прекрасно, расставила-то я наконец свою посуду, которая у меня была привезена с разных городов нашей страны, и ждала, когда она встанет у меня на даче. Мои любимые чайники, я очень люблю посуду в таком восточном стиле, просто обожаю, и вот, а это вот с юга привезен, привезен набор, ну, а здесь вот внизу должна быть чайная такая посуда, но я еще это не расставила, не все еще расставлено, и очень удобно, здесь у меня вот все, все, все вошло, все, что требуется для моей кухни, ну, и, конечно, на пол уже я постелила ковер, потому что он лежал, он такой громоздкий, хотя еще полы я не промазала, вот, а просто необходимо их промазать, но пока все равно постелила, промазывать буду частями, то есть и мне так будет легче, и, скажем, отодвину, вот, часть промажу, а потом вторую часть промажу, и удобно будет ходить, ну, вот, это вот, сейчас покажу вот отсюда, как это, как это вот смотрит, вот сейчас наведу, как-то здесь ярко было, как оно есть на самом деле, вот, вот сейчас как есть на самом деле, вот такой цвет стенки, подождите, и вот такой цвет шторы, вот я еще не купила прихваты, обязательно нужно купить прихваты, но, знаете, вот все еще в кованом стиле, может, что-нибудь такое, но пока не находила, вот, чтобы у меня все было более или менее гармонично, мне надо так, чтобы подходило под мою люстру, вот, в таком стиле, вот, ну, а сейчас покажу, значит, еще хотела вам, друзья, сказать, что, значит, вот смотрите, стенка уже, ну, сами представляете, 80-го года сколько и лет, а полировка в таком состоянии, что я, как я очистила полировку, чтобы она обновилась и заиграла новыми красками, значит, самое простое средство, никаких денег не надо, вода и немного уксусной эссенции, и этой водой ты протираешь полировку мягкой тряпочкой и сразу же вытираешь насухо, отполировываешь и прекрасно вот это все очищает все пятна, все застарелую, всю застарелую грязь, все это все убивает запахи, то есть вот эта вода с уксусной эссенцией, немного, совершенно немного нужно уксусной эссенции, ну, сколько там, наверное, маленькое ведерко, ну, добавите в столовую ложку, этого будет достаточно, и вот оттирается все, застарелые пятна, убирается неприятный запах, прекрасное средство, кто хочет, возьмите на заметку, я всегда этим пользуюсь, и все окна свои я тоже мою с уксусной эссенцией, ну, вот, а это вот вторая, значит, половина, ой, вернее, вторая половина стенки, это два шкафа книжных, вот, у меня вошли вот, еще не все книги, здесь, видите, еще вот эта полка не заполнена, а вот эту полку я, которая вот, где тарелочка и вазочка стоит, я целенаправленно не буду ее заполнять, я здесь поставлю декоративные тарелки, вот, здесь внизу у меня должен быть телевизор, небольшой, мне большой на даче не надо, вот, ну, и здесь мои, конечно, любимые книги, вот здесь вот оторвалась у меня, значит, одна фигурка, но я ее уже купила клей и приклею, это очень легко вклеится, моментальным клеем, быстро, и вот сюда у меня стал подсвечник, ну, я очень люблю декоративные разные подсвечники, красивые, вот, ну, и, конечно, мои любимые книги, Вильям Шекспир, Лесков, которого я обожаю, Бунина и много-много другой литературы, дорогие друзья, так хочется сесть в кресло и почитать Лескова леди Магбет Мценского уезда. Когда-то очень давно молодой девушкой я читала это замечательное произведение и была очень поражена, и вот проходит сколько-то лет, понимаете, и вновь хочется перечитать эту литературу, окунуться в то время, это вам не кино, это вам не какой-то экшен, это вот просто ваше восприятие прочитанного, у вас своя фантазия у каждого, и каждый видит это по-своему, вот, ну и тут литературы конечно много, но часть литературы у меня еще дома, и мне надо там будет освобождать шкаф, и я обязательно привезу сюда, вот, потому что читать на даче это одно удовольствие. Вот такая еще тарелочка, ну, это уже мамина, тоже красивый натюрморт букеты, вот про мебель, дорогие друзья, значит, про мебель, что я делала с мебелью, я, конечно, ее чистила, чистила в несколько этапов, первый этап у меня был чистки, это, конечно, я ее все пропылесосила, и, вот, знаете, важно, чтобы вот старая мебель имеет какой-то своеобразный запах, и чтобы избавиться от этого запаха, средство, очень тоже простое, так же, как и вода с уксусом, но это сода, и что нужно сделать, чтобы не осталось никакого запаха, чтобы все это ушло, нужно сделать так, но я немножко отвлеклась, забежала вперед, значит, что я делала, я сначала ванишем обработала пеной, все там как по инструкции, сказано, для ваниши, для обивки мебели, вот, специальной, значит, а потом, уже после обработки ванишем, я всю, всю вот эту мебель засыпала порошком соды, равномерно соду распределила, вот, по этим креслам, и это сделала я перед отъездом и уехала, вот, когда я приехала, я почувствовала, что запах весь улетучился, значит, и вот эта сода впитала все, все, вот это, вот, все запахи, все, которые пятна были, ничего не осталось, дорогие друзья, это замечательное средство, не знаю, как, конечно, как она работает, но, видно, как-то она вот это все, все это плохое впитывает, и ничего не остается, ни запаха, ни, ни, значит, ни пятен, ничего, очень быстро, и потом, вот это все, я щеточкой смела, весь этот порошок, смела в совочек, выбросила, вот, потом остатки пропылесосила, вот, на несколько раз все это тщательно пропылесосила, и запаха никакого не осталось, старая мебель, естественно, впитывает запахи и хозяина, и дома, в котором она стояла, и чтобы вот избавиться, внести свежесть в дом, можно сделать так, вот учтите, кто, значит, хочет просто обновить старую мебель, ее можно просто засыпать, можно даже в два этапа, но одного раза достаточно, вот, я и дома такое делала, и здесь вот провела точно такой же, скажем, эксперимент, и сделала так, ну, и вот, значит, обивочка стала более или менее чистенькой, вот, вот это вот, здесь немножко, вот она с блесками идет, как парча, да, вот вы видите, да, близко, этот диван вот обит вот такой, как парчевой, а кресло, так, а вот кресло просто, и вот вы видите, какой он чистенький, какой аккуратненький стал, все прекрасно, а вот про дерево, значит, про дерево, конечно, мне надо искать лак мебельный и вот соответствующую морилочку, чтобы устранить царапины и, значит, вот сколы какие есть, в общем, мебель у меня чистенькая, никакого запаха нет, и мне это все нравится, точно таким же способом можно очистить и ковры, вот, ну, вот, я сейчас сижу на диванчике, а вот стен, как раз на противоположной стороне у меня вот получается два книжных вот этих шкафа и вот так вот они смотрятся вместе, вот, а и здесь вот тут же камин, еще я не облицевала, вот, думала, что облицую, но все, думаю, может, другую какую плитку купить, вон, плиточка у меня стоит, она в таком стиле с этими, господи, с такими выдавленными рисуночками, я сейчас вам покажу, сейчас я вам покажу, вот, видите, какое, какими, как будто бы это вот, как же это, изразцы, похоже на изразцы, мне нравится такой стиль, вот, а еще хотела я вам показать, вот, нашла у себя дома, вот, когда-то очень давно, я покупала, еще молодую девушкой, была лет 17-16, наверное, даже, может, еще меньше, 15 или 14, покупала вот такой вот, я же не знаю, как это называется, вот, он немножко облиц, и вот, надо мне тоже краску подобрать, и вот сюда повесила, это гипс, наверное, вот, тут, сейчас прочитаю, написано, маска, маска, девушка, написано, ой, вот, маска, девушка, и мне кажется, она сюда очень, 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 хорошо, вписалась между дверью и камином, стеной, вот, где будет плиточка отделана, вот, раньше были в моде такие маски, помните, и злые, такие, ну, разные, а мне понравилось вот это, вот, ну, вот, дорогие друзья, я, как и обещала, показала, как смотрится стенка с фасадами, вот, показала вам свои шторы, еще раз напоминаю, что это у меня моя кухня, еще, значит, кухню конкретную я не купила, вот, пока обхожусь так, вот, подберу определенную кухонку, ну, я уже там присмотрела в Леруа Мерлен кухонку, ну, не знаю, подумаю еще, она недорогая, дорогую мне и не надо, вот, ну, главное, чтобы подходила по стилю, вот, дорогие друзья, ну, видео уже, наверное, затянулось, и, дорогие друзья, на этом я заканчиваю свое видео, всем пока-пока, до новых встреч, пишите комментарии, благодарю всех своих подписчиков, новых и старых, за то, что вы забегаете ко мне на мой канал и смотрите мои видео, пишите, оставляйте свои комментарии, всем пока-пока, до новых встреч, следующая тема будет, естественно, про огород, сейчас там сыро и неуютно, до новых встреч, дорогие друзья, всем пока-пока, удачусь, два, пока-пока,